Всем привет! С вами канал AlexDNPro. Мы проводим обзор игры Armored Squad. Итак, начнем одиночный режим, кампания. Пожалуй, давайте выберем какую-нибудь главу, так что было нам поинтереснее. Вот, пожалуй, с 31 зоны мы и начнем. Сразу покажем вам для начала сам игровой процесс. Как вы видите, у меня здесь 4 слота, то есть 4 дополнительные ячейки для набора моего персонала, то есть роботов. Все роботы у меня сейчас разные, кроме вот двух танков последних. Можно также расширять команду, то есть численность команды. И вот начнем вот, пожалуй, с такого робота, самого простенького. Есть пулемет. Идем вот так вот собираем детали, монеты. В этой миссии нам необходимо захватить определенное количество флагов. Причем необходимо также не дать противнику захватить наши флаги. Что также немаловажно. Вот у противника расположены пушки. Пушки мы уничтожили две. Так, еще пушки. Так, готово. Уничтожено. Так вот, сейчас мы пытаемся уничтожить генератор. Генератор вот этого вот эскалатора, да, который не давал нам сюда пройти. Так же здесь есть генератор защитного поля. Тоже его уничтожаем. Как я уже говорил, что мы начали специально слабеньким роботом, чтобы показать вам возможности игры. Возможности развития нашего героя, нашего робота. То есть нашего меха. В данном случае используется одно из самых примитивных оружий, а именно пулемет. Так, берем аптечку. Ремонтная ерунда. Еще один усилитель. Да, сейчас они уничтожают и долго, потому как у нас совсем уже слабенький мех. Что ж такое, зажали меня чуть-чуть. Есть контакт, уничтожили. Берем флажок. Ай-яй-яй-яй-яй. Не успели убежать, потому как не хватило у нас здоровья. Количество очков жизни. Но, с другой стороны, у меня настолько крутая команда, что они сами со всем прекрасно справляются. Кстати, вот смотрите, можно взять здесь оружие. На миссии есть случайное... Точнее, не случайное, а определенное оружие. В данном случае это ракетница. Смотрите, сколько ракет сразу запускает. Пусто, точнее. Не ракетница, простите, а пусто. Четырехствольная в данном случае. Она не точная. Но, если необходимо поражать сразу большой область или несколько противников сразу, то довольно-таки эффективно. Хотя, мне же нравится вариант с одной пушкой, но более мощной и имеющей зону повреждения более высокую. Итак, первая миссия пройдена. Теперь давайте все-таки... О, дополнительное задание. Ну и, пожалуй, тут ничего не набьем. Потому как у нас совсем уже слабенький наш этот... Необходимо охотиться за грузовиками. С грузовиков выпадают денежки. Обстреливая грузовики инкассаторские, кругоны вот эти, мы получаем монетки. Конечно же, эффективнее использовать более летальное оружие, чтобы уничтожать грузовики, видите, сразу буквально, и собирать потом огромное количество монеток. Но эта миссия является случайной. То есть, мы ее не можем выбрать. Но случайным образом всплывает среди некоторых других случайных миссий после прохождения основных заданий. Вот так вот мы насобирали. Ни много, ни мало, а 30 тысяч. Ну, в принципе, это довольно-таки приличный кусочек. Теперь давайте посмотрим на более интересного меха. У этого был уровень второй, без прокачи. Также есть у меня уровень третий, с полным прокачем. Игра станет уже, ну, поинтереснее прям. Ну, давайте все-таки выберем нашего последнего варианта. Именно уровень семь. Так, ракетницу сейчас мы поменяем. Вот, смотрите, здесь есть вариант изменить цвет меха. Давайте посмотрим. Вот, изначально он будет вот такой вот у вас. Я поставил темно-зеленый с черненьким. Вот, темно-серым. Для того, чтобы он был менее заметен издалека. Так. Поменять цвет стоит 50 тысяч в данном случае. Также есть здесь широкий выбор различных устройств. Итак, главное оружие. От пулеметов, лазеров, там, всяких дробовиков и прочего. Каждый найдет себе удобную и интересную штуку. Ну, для прохождения единичных, одиночных, простите, миссий, достаточно просто использовать вот эту вот пушку второго уровня. Это была пушка третьего. Это пушка второго. Радио взрыва, как вы видите, 8. Устанавливаем ее. Так. Также здесь есть всякие лазеры, там, перекачки жизни, там. В общем, широкий набор. Из брони у нас представлено, на данном мехе, именно щиты. Сейчас у меня установлен самый последний вариант. Конечно, не самый красивый, но, тем не менее, дает 27 защиты. Ближний бой, значит, я пока еще не ставил. Коплю все-таки на самый крутой топор. Вот такой вот у нас будет, да, матерый. Турели. Турели, значит, это усилители нашего оружия. То есть, в данном случае, пока не установлены. Вот, смотрите, усилитель для оружия можно поставить. Можно снизить нагрев. Собственно, два варианта. Некоторое оружие перегревается от постоянного использования. Данная пушка не имеет перегрева, потому как она стреляет одиночными зарядами. Так, орудие справа. Орудие справа. Здесь у нас различные варианты. Ракетниц. Вот сейчас последняя у меня установлена. Четыре ракеты вылетают, самонаводящиеся. И минометы. Вот тоже в данном случае. На этом мехе можно устанавливать последний миномет с четырех гранат. Уровень меха влияет на максимальный уровень оборудования. То есть, мы не сможем поставить на первого меха оборудование четвертого уровня. Точнее, третьего, простите. Третьего уровня. А также не сможем вообще поставить некоторое оборудование, так как у него не будет слота для этого оборудования. Итак, движки. Движки. И в данном случае я поставил прыжковый двигатель, чтобы преодолевать препятствия. Так, ну что ж, давайте посмотрим, как будет справляться с поставленными задачами этот мех. Итак, контроль точек. Необходимо будет захватить контрольные точки последовательно. То есть, по очереди. В данном случае их всего три. Итак, идем. Хлоп, хлоп, хлоп. Вот это нормальный расклад. Ой-ой-ой, прыгнули в воду случайно. Пошел вон отсюда. Козявка. Так. Захватываем точку. Чем больше игроков, или в данном случае танков, различных мехов из моей команды, тем быстрее проходит захват. Так, необходимо позбивать вот эти вот усилители. Потому как они усиливают праздную команду, и мои бойцы тогда недостаточно комфортно выполняют поставленные задачи. Итак, для чего нам нужен прыжковый двигатель? Чтобы преодолевать препятствия, в данном случае это были ой-ой-ой-ой, турель. Ракетная. Одна из самых вредных штук. Пора бы пополниться. Кстати, на этом микке уже установлен комплект ремонта. Так, уничтожили, по-моему, все усилители. Давайте взорвем еще генератор этого эскалатора. Так, дополнительная часть. Вот о них чуть-чуть попозже поговорим. Все. Контроль точек выполнен. Захват. Завершен. Итак, что касается чертежей. Вот есть у нас чертежи. Нужно необходимо найти сам чертеж, и затем для создания меха необходим будет также еще и набор определенных элементов. Смотрите, собрать. Вот давайте, к примеру, соберем. Собираем, и вот у нас появляется для покупки вот такой вот мех. шестой уровень, да? Этот мех уже будет покруче. Вот. Ну, вот в данном случае есть еще покруче, чем у меня, но я пока его еще не купил. Собрать собрал, но не купил. Ну что ж, на этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Ссылочка для скачки этой игры с Google Play будет прикреплена снизу в описании, смотрите. Также в описании будут и другие полезные ссылки. Пока-пока.